Есть такая машина, которую все знают, но никто не видел живьем. Не верите? Вот автобус старт. Узнали его? Но об этом позже. Он был создан в 1963 году усилиями Севердонецкого производственного объединения стеклопластик. Проектировался он в свободное от работы время и был инициативой снизу. За 10 лет сделали всего около 130 штук. Пожалуй, это самый необычный автомобиль за всю историю отечественного автопрома. Посмотрите на него в профиль, где вы видели автобус с багажником. Справа у старта две двери, а слева всего одна. Очень своеобразная морда. Четыре фары, над ними декоративные брови, как у шамаханской царицы, продолжающиеся вдоль бортов и переходящие в задние плавники, как у американской импалы. А где же тут капот? Спереди его нет. При оформлении кузова максимально использованы элементы ГАЗ-21. Это передние поворотники, задние фонари, птичка багажника, дверные ручки. Передние и задние стекла от УАЗика Буханки. Пластиковые кузова не обладали достаточной прочностью, поэтому в конструкцию введена рама из металлических профилей. К ней крепятся газовские агрегаты. Ну а теперь осмотрим салон. Он сравнительно небольшой. По числу мест явно не тянет на автобус. А что это в центре под столиком? Кажется, нашелся двигатель. Видите, куда его поместили? Мотор Волговский ЗМЗ-21. Четырехцилиндровый, объемом 2,5 литра и мощностью 75 лошадиных сил. Пассажирский салон отделен от переднего сидения двигателем. Чтобы попасть на водительское место, нужно обойти автомобиль. На водительском месте все знакомо. Руль, рулевая колонка с рычагом переключения передач, приборы. Все от ГАЗ-21. Ключ в замок. Мотор почти не слышно, ведь он где-то там сзади, в базе, как у спорткара. Едет машина так же, как и рапики-яразики. Но из-за тесноты ощущение необычное. Сидеть за рулем старта, даже осознавая его уникальность, невыносимо. Чтобы затормозить, перенести ногу с педали на педаль, приходится помогать рукой. Эти самоделки, мало подходящие для серийного производства, выпускались до 70-го года. Их конструкция была сырой и нетехнологичной. Поэтому большого распространения они не получили. Все старты разошлись по местным предприятиям. И вряд ли бы кто о них сейчас вспомнил, если бы не коротенький эпизод в фильме Гайдая «Кавказская пленница». Именно он в последних кадрах увозил героиню Натальи Варлей. Видите, как оно бывает? Одна минута в кино, а слава на всю жизнь.